Человек появился, Алексей Шикулин. Кауч серфинг круглый год. Как путешествовать эффективно? Добрый вечер. Ну, немножко путешествуем, отдохнем. Меня зовут Алексей. В конце января я съездил в Арабские Эмираты. Но так получилось, что эта поездка была очень спонтанной. И я купил билеты прямо накануне вылета. И не было совершенно времени почитать по страну, подготовиться к этой поездке, посмотреть, какая у нее национальная кухня, какие достопримечательности и так далее. Но я успел найти через интернет человека, который живет в Абу-Даби, в том городе, куда я прилетаю. Его зовут Али. И вечером, когда я пришел к нему домой, он спросил меня, ну что, Алексей, где ты был? Я сказал, что в течение дня я побывал в очень красивой мечети. Наверное, ничего более красивого я не видел в своей жизни. Также я был в очень богатом дворце. Просто невероятно. Такое впечатление, что сливки золота просто валяются там по всем углам. Еще пару мест перечислил. И он сказал, да, действительно, это вот основные такие туристические места, которые все туристы видят. Но далеко не все туристы понимают, что такое Арабские Эмираты. Вот они не проникают в эту культуру хорошо. Поэтому поехали, я тебе покажу, что такое Эмираты. И вечером мы поехали в какой-то регион, в центр. Я даже, честно говоря, на карте не очень-то сориентировался, где-то находятся. Какие-то маленькие улочки, какое-то совершенно маленькое кафе, где мы ужинали. Люди там плохо говорят по-английски. В этом кафе нет меню. То есть туда турист просто так не попадет. А я попал. Соответственно, лучше понял, что такое Эмираты. После этой поездки я поехал в Дубай. И, соответственно, Али мне тоже помог с тем, с кем встретиться в Дубае. Кого попросить организовать мне сафари по дюнам. То есть, другими словами, он просто спас мою поездку от краха. В целом, я был в очень большом количестве стран. И это были совершенно разные поездки. Это были как и простые поездки, где достаточно было просто прийти к трапу самолета. Дальше все забронировано, все просто. А были и поездки, где нужно было собирать большой рюкзак. Нужно было идти ловить попутную машину. Добираться в какие-то дебри совершенно непонятные. Еще и непонятно, как там с погодой и вообще какая ситуация. Но во всех этих поездках их объединяет то, что я понял, что главное в поездке это местные жители. Они не только знают лучше любого гида, который, кстати, тоже составляются часто путешественниками. Что нужно посмотреть, что попробовать, когда это сделать. Но также они несут этот отпечаток культуры, куда вы приехали. И вот в мир нашего развития интернета очень много есть ресурсов, где можно так заранее перед поездкой познакомиться с такими людьми. В частности, каучсерфинг. Кто-нибудь, кстати, знает, что такое каучсерфинг? Слышал? Довольно много людей. Тогда вы должны знать, что это не только сайт, это прямо сообщество людей-путешественников, которые любят путешествовать, которые этим живут. И они не только останавливаются друг у друга в гостях, они устраивают встречи по интересам, они вместе изучают какой-то язык и так далее. То есть это ничем не ограничено. Расскажу вам еще одну историю маленькую. Как-то я был в автомобильной поездке по Европе. Я ехал из Испании, возвращался в Россию. И я посмотрел на карту, там есть маленькая страна Андорра. Совершенно маленькая, то есть, я не знаю, Москва, наверное, больше. И я так подумал, ну я проведу там один день. Ну как бы, да. Гораздо интереснее посмотреть во Франции что-то. И я познакомился там, пока у Щерпинга опять нашел человека, Пире. Это был начальник местной полиции. В результате я остался там целых три дня. Но не подумайте, что он меня как бы арестовал. Просто настолько он воодушевил меня тем, что есть там. Он показал мне, что посмотреть. И просто не мог уехать раньше. В заключение я хочу сказать, что вот, когда вы в следующий раз поедете в какую-то страну или даже вот в России в какое-то новое место, в какой-то город, попробуйте поискать местного жителя, того места, куда вы приезжаете. Я уверен, что этот человек сможет лучше рассказать про то место, куда вы едете, помочь вам. И в то же время, оставаясь дома в Казани, вы вполне можете встретиться с людьми, которые сюда приезжают, посмотреть на Катарстан, на Россию, показать им те места, которые вам известны, хорошие. Это будет прекрасное тоже путешествие в их культуру, не выходя из дома, сидя на диване. Спасибо. Спасибо.